Через несколько дней И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством Раскрыли кровлю дома, где он находился И прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный Блаженный Иероним Стридонский пишет Принесли же к нему, как мы сказали выше, второго расслабленного Лежащего на постели, ибо сам он не мог ходить Иисус же, видя веру не того, кто был принесен, но принесших Сказал расслабленному Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои О дивное смирение! Он называет сыном, чадом, презираемого, слабого И во всех скреплениях членов разбитого человека Которого даже священники не удостаивали прикосновения Блаженный Феофилакт обращает внимание на то, что Прощение человека осуществляется тогда, когда он лежит на земле У ног Иисуса Казалось бы, эта деталь ничему нас не может научить Но блаженный Феофилакт говорит Нет, это очень много значит Прощение грехов возможно только в этой земной жизни За гробом, когда наша душа выпорхнет из нашего земного дома Никакого прощения грехов уже не существует То есть, пока мы живы на этой земле Пока наша душа обитает в этом теле Мы можем пережить Божье прощение А те, которые испытывают ложную надежду, что, может быть, за гробом Нам тоже что-то простят Они переживут серьезное разочарование Потому что эта земная жизнь Она и дана нам для того, чтобы мы определились в добре или во зле То есть, какой путь мы избираем Поэтому это глубоко символическое действие Когда этот человек, положим на земле У ног Иисуса Он переживает Божье прощение Прощаются тебе грехи твои То есть, по вере одних людей Прощается вера другого человека Точнее, прощается греховная жизнь И неверие, скажем так, другого человека Оказывается, один человек может верить за другого человека Эта практика имеет для нас значение Когда мы крестим младенцев по вере крестных родителей И далее описывается реакция религиозного эстаблишмента Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря Кто это, который богохульствует Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Казалось бы, эти люди задают вопрос А кто может вообще прощать грехи, кроме Бога? О тех помышлениях, которые в нашем сердце знаем мы сами То есть, сам человек и Бог Вот здесь евангелист одной фразой показывает Что Иисус Христос – это Бог Иисус, уразумев помышления их Сказал им в ответ Что вы помышляете в сердцах ваших То есть, он как бы проник Божественным Духом В их сердца И рассмотрел какие-то мысли И он добавляет Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои Или сказать «Встань и ходи» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий Имеет власть на земле прощать грехи И сказал он расслабленному Тебе говорю, встань, возьми постель твою И иди в дом твой И он тот час Видите, опять это слово «тот час» Встал, пред ним взял, на чем лежал И пошел в дом свой, в славе Бога И ужас объял всех И славили Бога И, быв исполненный страх, говорили Чудные тела видели мы ныне Итак, Христос Открывает намерение их сердец И совершает чудесное исцеление Расслабленного человека И говорит, что Сын Человеческий Имеет власть на земле прощать грехи И Ларий Пиктовийский В своих комментариях на Евангелие Пишет Затем, чтобы они могли понять Что Он, находясь в теле Есть Тот, Кто и душам отпускает грехи И тела воскрешает Говорит, но чтобы вы знали Что Сын Человеческий Имеет власть на земле прощать грехи Тогда говорит, расслабленному Встань и возьми постель твою Достаточно было сказать Встань Но поскольку всякое совершенное им дело Требовало разъяснения Господь прибавил Возьми постель твою И иди в дом твой Сначала Он даровал отпущение грехов Затем явил силу воскресения То есть чудо Чудо неких перемен Сначала словами о взятии постели Показал, что будет упразднена слабость И болезнь тела Затем словами о возвращении в свой дом Указал верующим путь Для возвращения в рай Откуда всеобщий праотец Адам Ушел запятнанный грехом То есть расслабленный, который поднимается Берет постель свою Этот матрас, на котором он лежал И идет в свой дом С этой подстилкой Это символ того Когда Бог всецело исцеляет нас Мы входим в рай сладости Откуда некогда был изгнан Наш праотец Адам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok